Свои первые стихи он написал в 40 лет, а сегодня его произведения читают в школах. Писатель Алексей Хабаров представил свою новую книгу. Но как трудна к нему дорожка, ведь только кончилась война. Заповедные дали. Именно так называется новый сборник произведений писателя. Поэмы о далеких временах с яркими, былинными событиями, героями, лучшие стихотворения автора. Новая книга собрала в себе все творения Алексея Хабарова. Воскресить любовь и уважение к чистому русскому языку. Такую задачу писатель ставит перед собой. Он очень бережно относится к слогу, к рифме и старается равняться на солнце русской поэзии. Всегда хочет, чтобы все радовало. И то, что я писал, какие строчки, чтобы слух не колябало. Именно поэт ведь не должен неудобоваримый что-то создавать. И для меня здесь великий учитель Пушкин. У него к рифме очень бережное отношение. Нигде не найдешь исковерканную рифму. Все у него по делу, все по уму, все у него гармонично. Каждая книга Алексея Хабарова – это не только образец красивого литературного языка, но и богатого художественного оформления. Все книги поэта проиллюстрированы известными художниками Чувашии и России. Автор не только пристрастно относится к своему флору, к семантике произведения, которое он создает, но и к художественному оформлению. Я была крайне потрясена талантами этого человека. И с той минуты была влюблена в него уже на все оставшиеся жизнь. Писатель любит дарить свои произведения детям. Совсем недавно он отправил в Донбасс 500 книг. Причем все свои творения автор печатает за свой счет. Юлия Важенина, Республика.